День медицинского работника объединил специалистов различных поколений. Этот вид деятельности многие для себя выбирают на примере своих близких и родителей. Евгений Лавренюк – практикующий врач-стоматолог. Одновременно с этим он преподает в Рязанском государственном медицинском университете и является председателем Совета молодых врачей региона. Сегодня в Рязанском музыкальном театре были подведены итоги конкурса «Молодой врач года». Это уже седьмой конкурс проводится Советом молодых врачей при поддержке Министерства здравоохранения Рязанской области, Министерства молодежной политики, Рязанского медуниверситета и профсоюза работников здравоохранения. Традиционно проходит в два этапа. Первый этап – это заочный, где участники присылают анкеты для проверки. И по результатам анкетирования мы выбираем лучших трех представителей в каждой специальности. Лучший хирург, лучший терапевт, стоматолог. И две номинации меняются. В этом году это лучший санитарный врач и лучший анестезиолог-реаниматолог. Евгений в 2015 году сам стал лучшим молодым стоматологом. И сейчас в рамках своей работы помогает развиваться специалистам различных направлений. Каждый год планируем мероприятия, которые проводятся Советом. Традиционно это несколько крупных мероприятий. Это форум молодых врачей Рязанской области. Это конкурс «Молодой врач года». В этот день в музыкальном театре награды нашли своих героев. Сергей Почтарев работает врачом-травматологом-ортопедом и отмечает, что подготовка к конкурсу «Молодой врач года» начинается с момента окончания вуза. Награда – это результат ежедневной работы. На достигнутом лауреата останавливаться не собираются. Новые методики и оборудование, а также доступность к получению знаний, очень вдохновляют молодое поколение. Оборудование, которое есть, оно в принципе доступно для нашей работы. Конечно, хотелось бы более современное оборудование. То есть, если взять федеральные центры, Москву, Питер, то есть это уже в электронном виде все происходит. И рентгены в снимке описываются через компьютер, и введение электронной истории болезни. Но сейчас для этого у нас есть все предпосылки, то есть это идет к тому, и мы к этому готовы сами, и мы хотим внедряться в это. Поэтому, как молодые специалисты, я думаю, нам это будет сделать значительно проще и легче. Рязанский регион богат на специалистов в сфере медицины. В этом есть большая заслуга Рязанского государственного медицинского университета. Однако даже при хороших кадрах годами оставались вопросы, которые не решались. Теперь проблемы с очередями, талонами в поликлинику должны покинуть наш город. В двух поликлиниках областного центра уже действует программа «Бережливая поликлиника». Скоро система охватит и область. Сам проект, он признан просто логистические потоки выстроить по-другому. То есть настроить работу регистратуры наших и специалистов так, чтобы люди могли записываться по интернету, по телефону, не ожидая потом после этого получения своих карточек в самой регистратуре. Карточки будут уже у специалиста, они будут знать время, которое ему надо подойти, и максимум ожидания должно быть максимум 5-10 минут. Кстати, представители одной из поликлиник нашего города являются настолько продвинутыми, что на мероприятии в музыкальном театре предоставили свою мобильную группу. Центр здоровья, который расположен при поликлинике ОКБ, на месте предложил гостям мероприятия обследовать свой организм. Анализ крови, спериметрические анализы меня тоже интересуют, так как легочные заболевания есть. Ну, хотелось бы просто хотя бы в общих чертах проверить, что я сейчас представляю. Исследование легких сердца – это только часть того, что в рамках профилактических мероприятий предлагает Рязанское ОКБ. Ведь куда лучше заранее знать положение дел в своем организме, чем бежать в аптеку за таблетками. Многое можно предотвратить, так что следите за своим здоровьем. А медицинских работников наша телекомпания еще раз поздравляет с праздником. Спасибо вам!